Всем привет! Сегодня мы продолжим работать с Windows 11. И перед нами стоит вопрос обновления с Windows 10 до Windows 11 на компьютере, на котором она не поддерживается. Имеется в виду, что она не поддерживается из-за отсутствия на вашем компьютере модуля TMP2.0, либо же не поддерживается процессор. А если оба случая, то вообще все печально, но мы решим эту проблему. Сейчас вы видите пример моего компьютера, где не поддерживается и TMP2.0 модуль, где не поддерживается также процессор. Если ваша проблема состоит только лишь в отсутствии модуля TMP2.0, то проблема решается очень просто. В любом случае я предлагаю вам проверить, включен ли TMP2.0 на вашем компьютере. Если нет, его возможно можно включить в биосе. В интернете огромное количество способов. Сейчас вы видите, где можно наблюдать, включен он или нет. Далее приступим к решению проблемы номер 1. Скачиваем помощник по обновлению. Наблюдаем, что он не пускает нас обновляться. Находим, где находится сам помощник. Нажимаем правой кнопкой мыши «Свойства», «Совместимость» и ставим «Совместимость с Windows 7». Далее «Ок применить» и запускаем помощник снова, после чего вам будет доступно обновление с Windows 10 до Windows 11, как и у меня. Но если у вас дело в том, что не поддерживается процессор, то этот способ вам вряд ли поможет. Поэтому сразу рекомендую перейти к способу номер 2. Как видите, из-за того, что у меня не поддерживается процессор, мы все равно получили проблему. Ну а теперь давайте перейдем к способу номер 2. Нам понадобится специальная программа, ссылочку на которую я оставлю в описании также. Далее мы находим, запускаем архив с программой. Далее находим ярлык обновления до Windows 11 и запускаем его. После чего мы увидим консоль, где будут подгружаться файлы с сайта Microsoft, выбираем в открывшемся окне 11-я винда и автосетап. Далее программное обеспечение, которое уже продумано за вас, сделает все, что необходимо. Это универсальный способ, который подходит в принципе для всех случаев, устанавливается на любых ПК и это является стопроцентным решением этой проблемы. Далее нам остается лишь дождаться полной установки и обновления и приступать к использованию Windows 11. Конечно же здесь остается вопрос открытым, как Windows 11 будет работать на вашем старом компьютере. Вероятно, что она и вовсе вам не нужна, потому что все-таки процессор ваш не поддерживается, TMP 2.0 модуля у вас нет. То есть ваша безопасность будет низкой, так как телеметрия Windows 11 достаточно объемна в этой операционной системе, поэтому решать вам, стоит устанавливать или нет. Допустим, после включения компьютера Windows 11 на рабочем столе у меня имеет некоторые лаги, а также несколько снизился FPS в играх, поэтому решать вам. Способ я вам рассказал, пользуйтесь, надеюсь я вам смог помочь.